Ну вот, а миф рассеяла. У тебя муж не миллионер. Единственное, что они понимают, это тик-ток. Не вес, возраст. Да. Я не могу сказать, что это рост сейчас. Вот не могу сказать. Сочва такая боец, красивая, там волос поправляет, улыбается, со всеми общается. Далее они не идут никуда. Вот почему-то у них не получается модель, которая реально должна работать, но она не работает. Идеальная по всем парадокам. Идеальная по всему просто. Расскажи мне, пожалуйста, самый первый показ или первая работа, от которой ты действительно кайфанула и поняла, что вот она, жизнь модельная началась. На самом деле я от каждой работы кайфую, в принципе, потому что я бы этим не занималась. Но самое яркое. Самое яркое, это, наверное, была, в принципе, с Гуччи, потому что мы снимали животных, и я помню, когда они мне вот просто кидали вот этих змей, я не хотела сниматься со змеями, они мне просто кидали и говорили, нет, давай, давай. И в итоге потом они мне проявили как-то эту любовь к ним, что я даже не боялась, и вот мы их дальше снимали, а потом даже играла с этими, со змеями, и мне кажется, вот это вот больше всего запомнилось. По оплате это была какая работа? Это была хорошая работа. Или самая высокооплачиваемая? Я скажу так, это хорошая работа, но в Китае можно заработать больше задач. То есть, все-таки это не миф, что топ-модели зарабатывают в Китае? Не миф, нет. На самом деле в Китае все деньги, и об этом все прекрасно знают. Я даже своих девочек всегда говорю, что нужно ехать в Китай, зарабатывать там деньги, ехать в Европу, потому что Европа это больше имидж. Даже сейчас, ввиду там коронавирусной какой-то ситуации, да, еще меньше стали платить клиенты, поэтому я считаю, что вообще сейчас в Европе, в принципе, делать нечего. Конечно, там есть работы, которые хорошо оплачиваются, но все равно в Китае это будет намного больше. Откуда ты начинала? С Китая. Окей, какая самая большая сумма, которую ты заработала за контракт? Давайте другой вопрос. Ну, налоги все уплачены в той стране в любом случае, как бы, ну, мы все понимаем, что модели платят налоги в той стране, в которой работают, да, и ничего не дозорного, чтобы поделиться с суммой. Окей, это было больше 100 тысяч долларов или меньше? Нет, меньше. Меньше, да. А вообще за всю свою карьеру? Да, здесь вопрос в том, что сумма может быть больше, но сколько на этом ты получаешь, это намного меньше. Сколько было в руках, как ты привезла домой? В руках чуть-чуть поменьше. Вот, да, потому что обычная там гроз, это может быть сумма там и очень большая, да, но получаешь ты в итоге с этого совсем чуть-чуть, потому что проценты, например, если это от французских агентств, то там вообще 70% нужно платить налога. Да, там налоги очень большие. Ты сейчас работаешь как модель? Продолжаешь ли работать? Или ты сказала, все, я беру паузу, у меня семья, у меня муж, у меня ребенок, я хочу отдыхать сейчас и кайфовать, и наслаждаться жизнью? Я пока не понимаю, потому что вот это все случилось в пандемии, да, когда я сказала агентству, что я все, я приостанавливаю работу, я хочу детей, я хочу семью, я хочу развивать свой бизнес в Украине. Я приостановилась, здесь началась вот эта вот пандемия, коронавирус, и как бы я не порывалась куда-то ехать, и в принципе пока что сижу смирно и работаю в Украине, работаю как, своим бизнесом. А насчет мужа, вот есть такой миф, что все топ-модели выходят замуж за миллионеров? Ну вот, миф, миф рассеяла. У тебя муж не миллионер? Не миллионер. Ну, он среднего класса, среднего достатка, и думаю, что успешная женщина выберет себе неуспешного мужчину, это конфликт сразу же в семье. Он успешен? Да, да, да. У него есть бизнес? Да, он бизнес, наверное, и также мы развиваемся вместе в продакшн с вами. То есть вы объединились, скооперировали свои силы, и сейчас развиваете совместный бизнес? Школу продакшн, да. То есть вы растете вместе? Да, ну, у него свой бизнес, и он мне помогает, вот, то, что, ну, как бы, с ребенком еще там руководить школой, продакшн, это очень сложно, поэтому мы объединились, и это получается, это круто, когда муж поддерживает свои начинания. Здорово. Римочка, расскажи о своей школе для моделей, для каких моделей, и для моделей ли вообще эта школа, или можно просто прийти любому человеку, или, не знаю, в 15 лет, или в 8 лет, или мне 25, например, мне далеко не 25. Ну, если я, например, хочу попробовать. Критерии, перспективы, как происходят занятия, и для чего вообще это нужно молодежи, детям, да, с кем-то работаешь? Изначально это была модельная школа, но потом мы поняли, что не все хотят быть моделями, да, и не все, но люди. И немного переквалифицировались в школу развития. Сначала это было юных леди, но сейчас это далеко не юны, это и 40+, это и малыши совсем. И мы развиваем абсолютно в каждом направлении, вот все сторонние. То есть у нас девочки ходят, у нас год обучения, год и с возможностью продления этого обучения. То есть дети каждое воскресенье приходят к нам в школу, точнее как родители приводят их, оставляют здесь и вечером забирают. То есть здесь абсолютно все дисциплины, которые нужны ребенку. Это этикет, это и ораторское искусство, и актерское мастерство. Здесь есть и дисциплины модельные, соответственно, которые я веду. Здесь есть и визаж, и диетология. То есть мы затрагиваем абсолютно все дисциплины, которые нужны ребенку. Так как я считаю, что сейчас вот это вот все... А психолог есть, и работает психолог, детьми, подростками? Да, у нас и на индивидуальной основе работает, и с родителем, и с ребенком, и в групповой. Так как я считаю, что сейчас дети просто, они в телефонах погружены вообще полностью. И единственное, что они понимают, это тикток или инстаграм. Это большая проблема на самом деле. Они не умеют даже общаться между собой? Они не умеют общаться, и они даже не понимают, что такое тикток, и что там нужно делать. Ну, то есть мы ввели даже урок тиктока, чтобы они понимали, что нужно смотреть, и что нужно записывать там. Потому что это уже не искренне. Какие группы есть? Я так поняла, что есть для тех, кому за 40. Есть кому за 40, да. Есть от 10 до 12, и с 13 лет там и модели уже обучаются, то есть и профессиональные модели, и нюфейсы, и девочки, которые не имеют отношения к модельному бизнесу. То есть приходят абсолютно все, кому просто интересно. Я называю свою школу школой нетворкинга, да, потому что назвала ее только после того, как пришли к нам 40+, которые просто приходят, общаются между собой, делятся контактами. Это новые связи, это новое общение, это, ну, вот, мне кажется, просто прекрасно. Это интересно. А вот модели 40+, востребованы сейчас на рынке? Они... Возрастные модели. Да, могу сказать так, что вот когда мы начинали, это было вообще вот что-то новое. Вообще, ну, никто не понимал, будет она работать или нет. К нам пришли вот это вот направление 40+, которые захотели у нас обучаться, захотели стать моделями. Я говорю, я не знаю, пойдет это или нет, как бы оно пошло. Вот мы сейчас снимали обложку 40+. Так, я жду, пока мне будет 40, и срочно иду в этом моду. Там, ну, не только 40, так что можно меньше. Нет возрастных изменений. Отлично, отлично. Потому что очень много вопросов по этому поводу, очень много пишет людей. Есть люди, у которых вообще после 40 жизнь только начинается. Да, да, да. И они видят эту тенденцию, да, в Инстаграме, в Фейсбуке, и действительно хотят попробовать. Это круто, это что-то новое. Это Эко Моделс занимается. Да, да, Эко. Эко занимается моделями 40+. Да. Не вес, возраст. Да. Так, хорошо, о школе мы поговорили. А вот насчет моделей все-таки. Какая она модель Эко Смоделс? Какая она, какой ты ее видишь? Твоя модель. Идеальная? Что в твоем понимании идеально? Это, скорее всего, не внешность, но внешность тоже играет роль. Это больше персоналити, как она себя ведет. Что такое персоналити? Это вот как она себя ведет, как она себя показывает, как она общается, какие у нее мысли. Ну, в принципе, она должна чем-то цеплять, то есть это вот изнутри идет. То есть даже перед тем, как заговорить, она должна зацепить взглядом, улыбкой, то, что она вот так постоянно поправляет волосы. У каждого это свое, я не знаю. Такая атмосферочка. Она должна, да, зацепить, зацепить не начавший разговор, а потом, когда начавший разговор, она зацепитает еще больше. Вот. Какие еще качества важны для модели, для того, чтобы действительно достичь успехов и высот? Я не могу сказать, что это рост сейчас. Я вот не могу сказать, потому что есть девочки с метров семьдесят, которые прекрасно работают, до сих пор держатся на плаву. Внешность, да, но внешность для всех разная. То есть, ну, как бы, сейчас, если взять пэшн, то абсолютно разные типажи, которые работают. Ну, например, нужно ли быть стрессоустойчивым, или там нужно ли быть требовательным. Это все выработается, мне кажется, со временем, и это должна материнка учить уже девочкам. То есть, понятное дело, что девочка не придет стрессоустойчивая, такая боец, красивая, там волос поправляет, улыбается, со всеми общается. Есть и такие девочки. Ну, зачастую, вот, кстати, вот такие вот девочки, которые приходят в агентство, которые уверены в себе, которые там, в принципе, чем-то цепляют, да, красивые, классные и так далее, они не идут никуда. Вот почему-то у них не получается. Очень много вот случаев, когда реально классная девочка, которая реально должна работать, но она не работает. Идеальная по всем парадокрам, но... Идеальная по всему просто, ну, вот она и цепляет, она и улыбается, она умеет общаться, умеет одеваться, но она не работает. Зачастую работают девочки, которые не умеют одеваться, которые одеваются как бомжики, грубо говоря, да, ну, это мой любимый стиль, в принципе, я сама одеваюсь так, я часто муж ругает, что я могу выйти там в шлепках, и, ну, как бы, мне все равно, мне главное, чтобы с комфортом было. Вот, и зачастую работают именно такие девочки. Отлично. И скажи что-нибудь моделям, да, пожелай что-то моделям, девочкам, которые у нас сможет, может быть, тем девочкам, которые хотят стать моделем. Что им нужно делать? Расскажи, дай маленькую инструкцию, как, вот, сделать этот шаг просто от желаемого к действительному. Ну, если хочешь, нужно идти к своей цели в спектакле, да, и тут, ну, если тебе говорят нет, а ты этого все равно хочешь, то нужно пытаться, 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 потому что ты этого хочешь, иначе смысл вообще жить. Если ты чего-то хочешь, но ты не можешь это получить. То есть нужно делать то, что хочешь? Конечно. Ну, а зачем вообще тогда существовать? Это твой девиз по жизни? Да, да, да. То есть ты и так живешь? А почему нет? А почему я должна что-то хотеть и не иметь этого? Ну, то есть должно быть желание, должна быть цель и должен быть путь к этому цели. Хорошо. И последний вопрос. Твоя цель, да, вот какая у тебя есть большая цель или, возможно, какая миссия у тебя есть? Что бы ты хотела сделать такого глобального и большого для себя и для людей? Поменять мир. Ну, помочь, да, вот изначально это помочь, а уже когда ты помогаешь, я считаю, делать что-то с душой, агентство будет развиваться, будут развиваться школы, деньги не главное, но они с этого пойдут в любом случае, если тебе это нравится, если это хорошо идет, если ты помогаешь, если ты всем сердцем с этим, и тогда будет все. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok